У меня ни на что не хватает времени, я очень занятой. Всем привет, меня зовут Тата, и добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня я хотела бы познакомить вас с таким понятием, как цифровой минимализм, и как же я к нему пришла. Начну, пожалуй, с предыстории. Если вам неинтересно и вы хотите сразу к сути, то в описании я укажу время, куда можно быстренько перемотать. Зависимость от социальных сетей начала проявляться у меня примерно после рождения дочери. Вы спросите, как же это связано? Дело в том, что дочка в первый год в её жизни была на грудном вскармливании, и можно сказать, она 24 на 7 была привязана ко мне, я в свою очередь была привязана к кровати, и только и делала, что переворачивала с одного бока на другой, параллельно с этим перебрасывала телефон из руки в руку. И чтобы хоть как-то развлечь себя в этот скучный лежачий период, я листала ленту в социальных сетей, потребляла полезный, мотивирующий контент, и так как у меня было очень много времени, я много фантазировала. Вот вырастет моя дочка, станет более самостоятельной, и я как начну саморазвиваться, как встану с дивана. И я листала очень много профилей успешных красивых девушек, которые имеют потрясающую фигуру, которые просыпаются в 7 утра, выходят на пробежку, питаются авокадо тостами, и книжки успевают читать, и на мероприятия ходить, и зарабатывают много денег, работают на себя, занимаются любимым делом, и с мужем у них прекрасные отношения и дома, идеальная чистота. С одной стороны, меня это очень сильно мотивировало стать лучшей версией себя, встать наконец-то с дивана, начать действовать, но у этого есть и обратная сторона, мотивация моя заканчивалась ровно в тот момент, когда я выключала телефон. Ты как бы уже прожил эту жизнь в своей голове, и когда пришло время повторять те же действия, тебе просто лень. И ты начинаешь себя винить, что ты не такая, как они, что ты не начала свой день с этой пробежки, и что ты все, что прописала в своих планах на сегодня, тебе просто лень поднять свою пятую точку, чтобы начать все это реализовывать. И чтобы хоть как-то поднять себе настроение, взбодриться, ты идешь за новой-новой порцией дофаминчика. И так повторяется по кругу. Открою вам секрет. Пока вы не закроете телефон, пока вы не закончите потреблять этот бесконечно мотивирующий контент, ваше саморазвитие не начнется никогда. Да. Помните этот мем про саморазвитие? Я вставлю сюда, вы точно его видели. Ты так и будешь лежать, фантазировать, пока те твои идеалы действуют изо дня в день. Во-первых, скроллинг социальных сетей отнимает очень много энергии. Я уже как-то об этом говорила. Вместо того, чтобы просто встать и начать делать, ты лежишь, мусолишь это из раза в раз в своей голове, пытаешься построить какой-то суперплан, по которому у тебя точно получится все с первого раза, и вот на прокручивание этих мыслей в своей голове тратится вся энергия, которую ты потом пытаешься найти, чтобы хоть просто встать с кровати. Во-вторых, запрещенная социальная сеть, Пинтерест и все в таком духе вызывает у нас чувство вины за то, что мы не такие продуктивные, не такие успешные, не такие красивые. Согласитесь, если зайти в какую-нибудь из этих социальных сетей, то там абсолютно все красивые. Там не существует просто неухоженных людей, бедных людей, скучных, ленивых. Все накладывают маски, все ретушируют свое лицо, там вы никогда не увидите человека, который в депрессии наелся конфетами в своей кровати, наутро проснулся с обсыпанным лицом. Там у всех фарфоровая кожа, улыбки, счастливые лица, там все ездят на моря. И вы не знаете, возможно, у человека год-два был простой, у него ничего интересного в жизни не происходило, никуда он из дома не выбирался, и тут ему выпала возможность съездить куда-то на отдых. И он спустя два года простое выложил фотоотчет. Но вы-то не знаете, что происходило в его жизни, вы только открываете ленту, видите фотографию на море, фотографию на каком-то мероприятии шикарном, ухоженное, красивое лицо, и делаете вывод на основании его галереи. Знаете, какой случай был со мной? Одно время я так часто использовала эти маски в запрещенной социальной сети, что спустя два года, когда я просматривала фотографии на своем компьютере, я думала, наточка какая я была красивая и ухоженная два года назад, а сейчас у меня мешки под глазами, какое-то лицо цвета земли, то ли дело там. Но я-то в своей голове забыла, что там, на этих фотографиях, у меня наложены маски, и, скорее всего, я себя просто обманывала. Скорее всего, тогда я выглядела точно так же, как и сейчас. И причем, сколько себя помню, я всегда считала себя достаточно миловидной, и после того, как я посмотрела эти фотографии, я начала чувствовать себя уродливой. Вы понимаете, да, какой это самообман? Мы перестаем общаться с людьми вживую. Бесконечные переписки в директе, лайки, комплименты в комментариях. У нас развивается какой-то нарциссизм. Мы постоянно ждем похвалы. Она просто обязательно должна быть в нашей жизни. Без этого мы уже существовать не можем. Постоянно проверяем эти лайки бесконечные. Мы начинаем жить для фотоотчета. Мы едим еду, которая красиво выглядит. При походе в ресторан, я замечаю даже по себе, я заказывала не то, что мне вкусно, а то, что будет красиво смотреться в кадре. Что сейчас есть модно? Что едят блогеры, которых я смотрю? В какие места они ходят? Куда они едут путешествовать? Мы уже не хотим ехать туда, где когда-то нам действительно хотелось побывать. Мы хотим поехать туда, где сейчас находиться актуально. Все блогеры ехали на Бали, мы хотели на Бали. Все ехали на Мальдивы, и нам обязательно тоже на Мальдивы нужно съездить. Я очень много куда хотела, и сейчас я думаю, а действительно ли я туда хотела, или это было навязано просто лентой интересного в запрещенной социальной сети. На концерте любимой рок-группы я не наслаждалась пением артистов, я просто стояла вот так, как зомби с телефоном, снимала все на камеру, чтобы выложить это в сеть, и потом любовалась этим концертом также с телефона, хотя также могла посмотреть этот концерт на ютубе. Зачем я тогда туда шла, непонятно. В социальных сетях очень много людей, которые точно так же, как и я, зависают там, завидуют кому-то, пребывают в депрессии, что у них все не так, все они недостаточно успешны, недостаточно красивы. От этого развивается в людях злость. Они просто строчат тоннами эти негативные комментарии, пытаются постоянно кого-то оскорбить, задеть. Согласитесь, на улице никто бы никогда не подошел к чужому человеку и не сказал, о, у тебя прыщ на лбу, или ты как-то набрала, тебе нужно скинуть килограмм десять. Нет, все люди смелые только в интернете. Куда ни глянь, кругом эксперты. Все пытаются тебя чему-то научить. Я в свои 27 лет, знаете ли, призадумываюсь, правильно ли я дышу, потому что вот тот эксперт в инстаграме сказал, надо дышать обязательно в живот, а другой эксперт сказал, что надо дышать в ключице, а потом у меня развивается невроз, потому что я задыхаюсь, я на секунду замираю и пытаюсь понять, дышу я в живот или в ключице, и вообще правильно ли это, может быть, надо дышать в грудь. Фрукты надо есть до 4 часов дня, чтобы, не дай бог, не набрать вес. А другой эксперт говорит, что надо есть все, что ты хочешь, и тогда, когда ты хочешь, иначе это приведет к какому-нибудь расстройству, и ты наберешь очень много веса. От экрана очень сильно устают глаза, портится спина, у меня палец двигается сам по себе, я сижу с мужем, смотрю фильм, и понимаю, что мне хочется вот так поделать пальцем, еще он у меня к тому же хрустит. Почему? Потому что я в телефоне по диагонали быстро-быстро читаю километры этого мотивирующего текста, и просматриваю эти яркие картинки, а пальчик-то все помнит. Я даже иногда замечаю за собой, что я вместо того, чтобы как бы повернуть глаза вправо-влево, чтобы на что-то посмотреть, я замиранием в одной точке просто вот так поворачиваю голову, или просто смотрю в пустоту вот с такими вот напряженными глазами, или вот щурясь. Потому что я в телефоне вот так вот сижу, в одну точку смотрю, читаю эти тонны мотивирующего текста по диагонали, и мои глаза просто вот в одной точке, вообще никак не работают. Эмоциональная привязанность к посторонним людям. Вот эти блогеры, которых я смотрю, если бы я на один день мне отключили интернет, знаете, как я переживала? Что же она поела сегодня? Встала ли она в 7 утра, так же, как обычно она встает? Сделала ли она гору всех этих дел? Стала ли она успешней? Как же я без этой информации? Интернет нам очень много, и в том числе навязывает. Вот я смотрю эту успешную девушку, она вегетарианка, и мне тоже надо быть этой вегетарианкой. Сегодня я против убийства животных, и даже если бы я не узнала об этом человеке, я бы знать не знала, что такое вегетарианство, ела бы я себе спокойно это мясо. А завтра она говорит, что животный белок очень полезен. Какой-то ей нутрицолог об этом сказал. И все, я уже не вегетарианка, я ем уже животный белок. Она пьет растительное молоко, мне тоже сегодня нужно растительное молоко. Я не знаю зачем, просто так надо. У меня даже был случай, что я очень долгое время наблюдала за девушкой-грузинкой, которая выкладывала свои танцы, лесгинку танцевала. Я даже на какой-то момент призадумалась, как жалко, что я не родилась грузинкой. Вот танцевала бы сейчас так же красиво лесгинку. Ну такой бред, согласитесь. Как же я избавилась от этой проблемы, когда осознала ее. Я просто одним днем заблокировала всех блогеров, всех абсолютно, кого я знала. Да, первый день у меня была какая-то ломка. Я ходила, я не ощущала земли под ногами, я не ощущала себя в пространстве. Кто я, зачем я здесь? Вот я стою, готовлю ужин, и я нахожусь не здесь. Я думаю, как же так? Я не зашла сегодня и не посмотрела. А что на ужин сегодня готовит она? Ну это просто какое-то сумасшествие. Я просто одним днем заблокировала всех, перестала их смотреть. Со временем, конечно же, я про них про всех забыла. Я счастлива, что я это сделала. Сейчас я начала жить свою жизнь. Вот я стою на кухне, я нарезаю овощи, я вижу эти овощи, я слушаю музыку, мне нравится эта музыка, я танцую, потому что я хочу танцевать, а не танцую какую-то лесгинку, потому что там танцевала ее эта девушка. И когда я все это сделала, когда я удалила всех, заблокировала блогеров, когда у меня появилось свободное время, время на себя, я начала испытывать некое раздражение, в первую очередь к себе. Почему? Почему я потратила столько времени впустую на проживание, можно сказать, чужой жизни? Моя жизнь все это время стояла. В конце концов, листание социальных сетей занимает очень много времени. Оно отнимает абсолютно все ваше время. И как часто вы слышите от людей, у меня ни на что не хватает времени, я очень занятой, я не могу успеть даже сходить попить стакан воды. Но если вы попросите этого человека показать вам его экранное время, сколько времени он проводит в телефоне, не проводьте, а просто развлекая себя, если попросить его перестать это делать, у него появится столько времени, что он даже не будет знать, на что его потратить первое время. Чтобы быть на шаг впереди большинства, нужно просто отказаться от скроллинга. Смотрите то, что вам нужно. Если вы врач-стоматолог, смотрите контент врача-стоматолога, записывайте, отмечайте для себя какие-то фишечки. Либо если вы так же, как и я, хотите стать блогером, вы просто не можете удалить эти социальные сети, потому что вы хотите там выкладывать про себя. Так делайте этот контент сами. Не надо смотреть, как вот та успешная девушка чистит зубы перед зеркалом, накладывает маску и бежит по своим делам. Делайте это вы. Если вам нравится смотреть контент фитоняшек, станьте этой фитоняшкой. Ведите сами такую же жизнь и начните выкладывать это в интернет. Знаете, как я делаю сейчас? Я полностью удаляю все приложения, которые занимают мое время, с телефона. И когда мне нужно что-то посмотреть, куда-то записаться, к примеру, я сохраняла давно какой-то рецепт, вспомнила про него, и вот он есть только в этой социальной сети, вот у меня он там сохранен. Я скачиваю приложение, смотрю этот рецепт, и все, приложение тут же удаляю. Либо мне нужно записаться к какому-то мастеру, предположим, на массаж. Я также скачиваю приложение, записываюсь и удаляюсь. Ну и, конечно же, если мне нужно выложить что-то про себя, я сняла какое-то видео, рассказать об этом друзьям. Я также скачиваю и загружаю. Нет, мне не жалко потраченного времени на бесконечное удаление и скачивание этого приложения. Лучше я потрачу 2 секунды на то, чтобы скачать и установить, чем я потрачу день, два, и так пролетит вся жизнь на просмотр этой ленты. На этом, пожалуй, я буду заканчивать. Перечислять еще можно очень и очень долго. Возможно, я когда-то сниму еще видео продолжения на эту тему, но, надеюсь, я перечислила достаточно аргументов, для того, чтобы хотя бы вы на секундочку задумались о том, чтобы удалить эти социальные сети или потреблять меньше информации. Если это видео оказалось для вас полезным, обязательно ставьте лайк, подпишитесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще более полезные видео. До встречи!